добрый день дорогие друзья и гости моего канала друзья спустилась я в наш погреб показать вам свои закрутки друзья вот эти все банки этого года есть там несколько банок они сзади банок стоят так с чего начнем друзья начнем давайте вот с этих банок так вот эти банки они малосольные как бочковые закрывала под железной крышки друзья без уксуса на них открывали нам очень понравилось мы все помидоры смели и огурцы такие очень вкусные тут помидоры огурцы с капустой маринованные тут тут вот эти банки уже вы видели я закрывала на канале есть яблоки моченые одну банку я съела но не доела правда эти яблоки они конечно на любителя вот квашеная капуста вот это квашеная капуста это собственном соку друзья я два ведра их солила есть на канале это капуста самое полезное и самое лечебное то два вида тут просто с морковкой тут добавлением укропа семена укропа здесь вот видно там у меня огурцы помидоры дрова сок тут в общем это у меня чеснок этот чеснок соленый друзья тоже на канале есть рецепт я прихожу когда хочется чесноку покушать с большой ложкой достаю там сколько мне надо головки 2 3 так это малосольные бочковые огурцы вот под пластмассовой крышки так тут огурцы с виноградом помидора вот это одна банка осталось такие там аджика с добавлением сельдерей очень нравится тут помидоры с добавлением аспирина трусь я помидор у меня получать всегда целые их режешь ножом они словно свежие тут хочу сказать по счет грибов тут у меня грибы грибы соленые друзья соленые грибы всегда всегда закрываем только такими вот крышками пластмассовыми вот видите вот другая это просто винтовая это соленые она уже там внутри идет как на белый и еще что хотел сказать там ноги в комментариях спрашивают пишут мне зачем столько соли зачем на килограмм на килограмм грибов надо 50 граммов соли но да у меня соль идет больше потому что я кладу соли очень много и зато они у меня когда эти собирал зато не у меня стоят долго таком же виде они не раскисают не прокисать тряпку не превращается единственного матчем и кушаем вкус не теряется также грузии грузии этого тоже это все сырое все соленые в общем вот имейте ввиду хотите вот выкинуть посолите маму правильно если бы у меня было бы вот банка две банки я бы конечно посолила мало соли бы и на досуге мы бы это съели а такое количество как у меня мы же все сразу не сидим и люди которые покупают например у меня на дороге я им говорю они говорят нам на новый год надо вот берите соленые отмачивать можно вот таким путем друзья так поехали дальше друзья тот у меня что тут тут за этими банками тоже вон банки видите два ряда тут у меня варенье вот вот этот вот этот кусок варенья тоже много всего не закрывая друзья не зацикливаюсь на этом чтобы много-много закрыть все те времена кончились уже все все равно все это я думаю что такое количество это достаточно нам тут варенье ягоды который сама собирала на горе летом буду собирать бог даст вот тут это вот уж не помню это виноградный желе абрикосы вот целые война дальше брать сыновья видят опять будут ругать притыкни нас вот так надо снимать но я хочу просто этот показатель так что у меня тут друзья тут у меня вот пальчики оближешь 5 банок как закрыла так они стоят ничего не побелел ничего не открылся и ничего так тут у меня так овощной рагу это очень вкусно рагу очень зайдите на канал на будущий год сделайте мне пожалеете тут вот это вот банка вот 2 вот с краю это баклажана баклажана типа шашлыка уже название то забыла честно говоря вот такое мы вообще любим вот баклажаны фаршированные овощами вот внизу тут они вот банка стоит за банка еще банки эти же стоят так это рыжик сюда попал соленые рыжики вот это вот перец вот перец это перец томате перец полуострый это это мы любим вот такие мы люди вот такую еду вот вот перец что было вот баклажаны вот где там вот вот такие баклажаны типа шашлыка вот эти баклажаны фаршированные так что еще вот они посмотрите вот этот перец видите прям целиком цельный вот 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 хочу показать достать вот там за банками банки вот посмотрите это мы любим мы уже много съели вот этого перца у меня остался 1 2 и 3 там ну 5 банок наверно так что еще тут друзья так вот эти вот помидоры вот вот эти помидоры вот красные вот они вот это обалденные вкусные помидоры друзья это я эти помидоры мы мариновали с моим внуком даниилом он мне помогал протыкать их так что тут еще тут еще что вот эти кабачки вот ведь их красиво нарезала нарезка красивая очень прям понравилось две банки мы съели так это вот тут что-то что-то корейское друзья у нас душ идет я слышу дождь вспомнила вот слух так огурчики маринованные мелкие там тоже мелкие как тут это яблочный сок сок из ревени я готовлю уже который год варю сок компот компот и вообще это что-то это вкусная кище вот посмотрите огурчики такие один к одному вот две банки это две банки помидоров снегу а помидоры с хреном вот так тут вам возможно сзади еще там какие-то вот вот такой ассортимент банки еще есть дома с грибами и компот потому что вот как я уж показала вот не дам только закрывала ведь все живу конденсат из-за этого так что у меня тут внизу друзья друзья у меня тут вот капусту я вешал буквально на днях но на днях видно уже нет пока на хорошие но вот ведь я качан оставляла вот дышать если вдруг что уж там увижу там портится что-то но из-за конденсата всего возможно может не почернеть ну начинать но я уж портится не дам быстренько домой и этот и заквашу и вот тут у меня тоже капуста посмотрите все упаковано запаковано нормально все в этом году решила сохранять картошку и мешка только всякая сухая нормально отлично там у меня свекла тут у меня редька тут свекла за под ним тоже свекла тут редька черная лечебная буду кашель начинается вот тут обрезаем туда мед очень хорошая редька у родилась на чем вообще ну вот ведь и растет но это ничего страшно нормально короче там у меня морковь попки по обрезала я чтобы все витамины сохранились до весны так тут вот такой средний нормально вот тут ящиках не тут у меня георгий ну я все здесь сохраняю мне в том году нормально сохранилась энергия поэтому нормально вот такой у нас погреб вот такой размер вот смотрите я вот рукой достаю потолок вот потолок влажный и вот хочу сказать про конденсатность а я уже поняла вы там комментариях у сестры погребе посмотрели вот у меня есть вот тут это что называется вытяжка 1 вытяжка на полу есть а 2 вытяжки смотрела смотрела искала искал пускать то вместо нету в общем короче говоря этот сыновья сказали вот будут тут долбить и сделает я думаю все нормально будет вот такой маленький погреб у нас вот с таким выходом гараж там у нас гараж все сразу вот но удобно короче удобная постройка и маленькая уютненькая думала лишь бы вот это вот убрать конденсат и все будет прекрасно если вам погреб наш понравился то есть баночки мои понравились то ставьте мне лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал пока пока